Борьба самбо в России входит в число наиболее массовых видов спорта. Благодаря своей доступности, не требует дорогостоящих спортивных сооружений и экипировки, и роли в социальной жизни общества, самбо развивается во всех субъектах Российской Федерации. И Рязань, без сомнения, один из передовых регионов в развитии этого вида спорта. Рязань представлена великолепным составом спортсменов. Ну, естественно, у Али Куржев, оба заслуженные мастера спорта. У Али попробовал себя чудо, мастер спорта международного класса, если не ошибаюсь. На данных соревнованиях очень сильные борцы представлены из Рязанской области, это братья Харитонова. Ну, как у нас говорят, ковер круглый. Соответственно, кто покажет лучшую борьбу, то, соответственно, и выиграет. Первенство России – серьезный старт для спортсменов, второй по значимости после чемпионата России. Поэтому видим сосредоточенные серьезные лица юношей, девушек, тренеров. Каждый сегодня настраивается на то, чтобы показать лучший свой результат, концентрацию, силу, выносливость и технику. Всего на ковер в ближайшие дни выйдут 300 юношей и 200 девушек из 40 регионов страны. Среди них 15 рязанских спортсменов. У нас в борьбе с самбо все прозрачно и понятно. Победитель первенства России едет на первенство мира. Те, кто будут бороться в финале, соответственно, получат серебряную медаль, поедут на первенство Европы, которое будет проходить в Болгарии. Борьба с самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, который получил широкую государственную поддержку. Зародившийся в 20-е годы в Советском Союзе спорт сегодня по праву можно назвать национальным. К тому же подготовка довольно универсальная. Девочки и мальчики, овладевшие искусством самбо, свободно пробуют себя в других видах единоборств и демонстрируют высокие результаты. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».